здравствуйте дорогие друзья вот наша кукуруза в предыдущем видео мы рассказывали о квадратно гнездовом способе как мы посадим квадратно гнездовым способом и будем обрабатывать своей чудо сапкой ссылочка будет под видео в описании и на то как мы сажали такую кукурузу и на то как мы рассказывали о чудо сапке вот которой мы сапаем кукурузу да ну и как вот иван афанасьевич скажи легче так сапать вот если квадратно гнездовым что сказать если тут чуть-чуть сапаешь а если бы в одну сторону то сплошной рядок прошел а так вот только вокруг кукурузы раз раз смотри раз вокруг кукурузы и готово и кукуруза чистая а так если подряд вон видишь квадратик а так если весь то сапать еще и наклоняться так тут она не взошла 6 подождем на следующую проставку мы ее будем где за сам откуда как вы видите у нас очень много сорняков потому что мы мы уже давно я уже даже не помню сколько кукуруза должна была где-то на десятый день зайти так мы себе рассчитывали но у нас внезапно похолодало заморозки каждый день кукуруза почти месяц всходила наконец-то взошла и та не вся видно что она даже вот немножко желтые кончики потому что заморозок ее бил вот и а бурьянам особенно вот амброзии совершенно мороз не мешает и кукуруза не всходила а бурьяны разрастались вот так получается где-то в четыре раза быстрее и легче а вот еще можно еще быстрее сделать еще один способ если ты положишь камеру начнешь со мной сапать вместе то будет 8 раз быстрее можно подумать что вот этот кусок я не сапала но видео что кому-то надо снимать еще лет двадцать назад мы не знали о таком сорняке как амброзия вот смотрите как он растет и вот откуда ну занесли вот я думаю вот колхозами на комбикормовый привезли заграничное зерно и вместе с ним вот как везли с комбикормового как он спустился и так и пошел одно растение вот этой амброзии дает до двух миллионов семян мелких и поначалу оно было такое пряталось всходило когда температура почвы прогревалась до 20 и выше градусов где-то в середине июня в июле а сейчас смотри он в морду уже выходит адаптировалась словоси мне и что ты сделаешь как хуже колорадского жука в самом начале вот там в конце огорода когда еще лет двадцать назад сопала я увидела вот росточки вот этой амброзии и оно было похоже там на чернобреевцы я думаю ну наверное какие-то цветы вот такие да вот зашли да обсопала его и все смотрела и заглядывала когда же оно вырастет что же будет оно выросло дало свои семена вот растело я все равно не знала что это амброзия а потом через года три и там в конце но вот уже начала распространяться вот эта амброзия и потом мы посеяли ячмень и убирали этот ячмень комбайном и комбайн разнес нам эту амброзию от конца огорода до самого начала и вот по всей области наверно по всей украине и у всех соседей вот сосед мы мы вот так сажали кукурузу а раньше мы вот так же точно как сосед сначала мы культивировали огород а потом сеяли кукурузу в один день и вот он только два-три дня назад как закультивировал и посеял кукурузу трактором у него еще сходов нет он как бы одну просапку сэкономил наверное но все равно холодно сегодня прохладно было северный ветер и вчера да вот таким образом еще покажу вам как андрей иванович вот как он чудо сапкой вот прошел вот так ряды вдоль а теперь проходит в поперек вот и эти квадратики которые остались эти островки мы с иваном афанасьевичем проходим сапкой но все равно намного быстрее мы при здесь дети приехали вот на проводы у нас на кладбище это вчера мы вот этот кусок у нас почти гектар огорода больше половины осталось только третья часть две части это сколько соток примерно вами за один день сделали а если бы просто а если без этой чудо сапки нашей мы бы сопали наверно неделю этот огород уговариваем родителей уже не первый год прекратить сажать кукурузу на что-то они привыкли с советских времен все сажали в каждом дворе и не вот так вот по накатанной линии сажает кукурузу мантулим и мантулим а если вот так сесть посчитать по деньгам получается что намного выгоднее было бы чем-то другим заняться андрей иванович мы работаем на огороде если за целый год набирается но месяц не месяц это по скромным оценкам нет месяц ну чё ну месяц каждый каждый день но каждый работает по месяцу не каждый работает прямо таки ты работаешь 10 дней вот это самое массовое я же не я уже в этом году наверное дней 12 отработал только в этом сезоне сажали короче надо посажать посадить кукурузу затем ее сделать 3 просапки 3 прополки вот чтобы она пошла в рост затем приехать нужно срезать кукурузу почистить с огорода привести в двор и это корм в основном у нас для кур ну андрей посчитай тон 6 кукурузы ты купишь по 6 половиной тысяч это считаю 50 тысяч да не 40 тысяч а плюс там идет картошка трошки помидор прилично огурцы зелень ты вообще за огород имеешь ввиду полу из огород да ну а что ты на огороде еще посадишь если ну брось его пускай растет буряны и получается что зарабатываешь тысяч 50 на огороде дай мне 50 тысяч я пойду все куплю а где чем мне их заработать тут 50 тысяч это ты сейчас очень оптимистичную оценку делаешь не оптимистичную нормально во первых 6 тонн с этого огорода я не помню когда я был такой вот чтобы мы собрали кукурузу ну хорошо если три тонны собираем да при перестань три тонны это самый плохой когда блин вы не приезжаете не прошуете когда у меня операция и не прошу ями она вся в бурянах буряны выше кукурузы тогда три тонны вот тогда да конечно когда никто ничего не делает а когда работаешь 6 тонн законно 6 6 половиной тонн если если нормально все обработано но еще зависит от дождей от погодных условий даже при самой плохой погоде 4 тонны законно самое вот суш все 4 тонны дает если обработал нормально если буряны его не θα брошить перерену я могу согласиться что 4 тонны это на плохой погоде при самой плохой погоде мы садили половину огорода блин половину другим вот сейчас смотри сколько люцерны сэвили когда вот сейчас будет меньше смотри кое-к식 сотки люцерны сэвили будь то на 4,5czechte saya сейчас ну так люцерна стоит Конечно, тяжело, но труд сделал из обезьяны человека, но в наше время что-то он обратно в обезьяну возвращает. Андрей, а тебе как? Легче на огороде работать или за компьютером свою работу делать? Легче на огороде, но... Физически? Ну, физически, да. Не, ну, по крайней мере, из-за того, что я за компьютером постоянно сижу, то... Ну, и все равно умственная работа, она сложнее. Но она более выгодная, поэтому... Да, умственная работа... Ну, ты бы хотел приехать в село и вот жить здесь и... Что бы тебе платили как за компьютер? И чтобы вот работать, сажать кукурузу, кормить кур, что бы ты выбрал, если бы у тебя был выбор? Остаться в Одессе и работать за компьютером или приехать в село, где лучше живется? В городе или в селе? Ну, тут далековато от города, поэтому... А так, нормально было бы, наверное, что-то среднее, где-то в пригороде, близко от города, чтобы можно было ездить там часто в центр куда-то. И огород поменьше, чтобы был, да? Да. Ну, что, отдохнули мы, привал сделали немножко. Все. Дальше работаем. Хватит болтать, давай за работу. Да, ну вот... А то сейчас поедешь опять и не закончишь. Вот показали мы наши будни, вот. Как мы эксплуатируем наших деток, которые приезжают из города. Дочка вчера тоже сапала, поработала. Дочка проводила операцию сорнякам. Всем исключительно летальный исход сорнякам. Да, ну вот устала и приболела немножко. И уже отдыхает. А мы уже добьем этот кусочек. Но вчера упорно она трудилась. С помощью чудо-сапки это все-таки намного быстрее. Вот такие наши сельские будни. Вот такой наш легкий труд. Как говорят, что красивая картинка, а труд тяжелый. Это правда, труд тяжелый. До свидания, друзья. Рассказали вам об одном из своих дней сельских. Пока.